сегодня у нас с вами здравствуйте еще раз да сегодня у нас с вами союза служебной части речи союза и предлоги у нас сегодня но мы уже немножко про них говорили можно ли это стихотворение прочитать если очень хочется то можешь прочитать сейчас читать что друзья мои прекрасен наш своим как душа неразделим и вечен непоколебим может кто-то знает еще чьи стихи пушкин александр сергеевич о ком о ком говорилось о тех с кем он учился в лице вместе о друзьях но союз есть как между людьми так и между словами да то есть союз между людьми это соединение до связи какие-то дружеские с людьми а между словами это тоже связи так подожди кира ты уже сейчас читала только что давайте дальше значит у нас сейчас какая задача с вами по этому тексту да кира еще почитаешь чуть-чуть попозже хорошо значит у нас какая задача сейчас в этом тексте мы его читаем и ищем где здесь есть союзы то есть насколько получится у вас найти все союзы которые здесь есть давайте попробуем так ну давай лили попробуй попробуем давай подхожу ближе к пещере и вижу что билл стоит прижавшись к стенке едва дышит а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величина он сон не за шеворот с пылу горячую картошку объяснил билл и раздавил ее ногой а я ему надрал уши ружье с тобой сам я отнял мальчишке камень и кое-как уладил это недоразумение я тебе покажу говорит мальчишка биллу еще ни один человек не ударил вождя краснокожих не поплатившись за это так что ты берегись после завтрака мальчишка достанет из кармана кусок кожи обмотанный бечевкой и идет из пещеры разматывая бечевку на ходу что-то затеял тревожно спрашивает билл как ты думаешь сам он не убежит дом и не бойся говорили он кажется мовсе не такой же домосед однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа так но в первую очередь откуда этот отрывок кто-нибудь знает что это за раз раз такой был о прекрасно этот рассказ написала генри это вождь краснокожих о том как два злодея как это описано они названы в рассказе как два злодея решили похитить сына какого-то там известного человека небольшом городке чтобы получить за этого ребенка выкуп чем закончилась в итоге я помню что они за него же выкуп дали деньги да в итоге они сами доплатили папе чтобы он забрал своего ребенка обратно такой степени он их достал есть прекрасный фильм называется деловые люди там по моему и там вот три части и три рассказа и вот этот рассказ там есть вот оттуда кадр здесь так мы что давайте здесь попробуем найти союзы какие у вас предложения давайте по самого начала до в первом предложении какие союзы вы видите значит союзы соединяет у нас слова или части предложения это может быть и или но да что который союзы союзы союзные слова будем брать прям сразу да и давай я вижу еще к к пещере к это предлог потому что к чему к пещере то есть он четко только к слову пещера относится хорошо так еще где а вот вот это что бил стоит вот он еще союза так и и кое-как и как и кое-как и идет из пещеры до согласно так что это он теперь что это что что это он теперь затеял что так что это он теперь затеял смотрите если на слово что падает ударение то это уже не союз то есть союз что он такой ну как бы безударный да а здесь затеял что это вместо имени до заменяет просто слова затеял авантюру до затеял какое-нибудь приключение так хорошо значит еще не один человек так здесь не нужно ничего там после завтрака мальчишка достает кусок идет так теперь как ты думаешь сэм он не убежит домой нету ничего и и однако вот однако это то же самое что и но поэтому мы это делаем как союз до выделяем вот и для чего все эти союза были в основном видите да что у нас здесь и а да и но но однако так окно будет значит это соединяет вот подхожу и вижу два слова соединила что что соединяет в эту часть и эту часть полностью части да потом и едва дышит а мальчишка собирается да потом сунул за шиворот сунул и раздавил а а потом а я дал еще соединение частей то есть здесь между глаголами соединяются частей отнял и уладил опять соединяются глаголы до достает и идет пять глагола соединяются так вот то есть вот такая вот от какого лица рассказ от какого лица но это от лица одного из злодеев которого зовут сам вот очень очень похоже на какие-то типа дневники принцессы вот помните да ладно дневники принцессы вот если может быть кто-то смотрел мультфильм этот чертенок с пушистым хвостом этот мультфильм принципе делался как пародия вот на этот рассказ вообще рассказ почитайте или вот кино посмотрите деловые люди интересно я как раз помнила именно это да значит что такое союз там союз это служебная честь речи с помощью которой связывают между собой простые предложения или однородные члены предложения здравствуй давайте вот здесь то что вы учите да правило давайте-ка вот расскажите мне что значит эти все слова что значит служебная честь речи кто скажет мира давай мне кажется сложенная часть речи речи это да вот вот она постоянно меняется я стою и вот иногда остается слова но она как-то не работает то есть если ты его скажешь будет звучать все разно служебная часть речи мне кажется это то что вот нормально звучит подходит по всем смыслам и работает что она сейчас работает и и часто можно услышать так хорошо а тогда существительное это какая часть речи ну скажи а какая разница между самостоятельная служебная часть речи она не может стоять одна самостоятельная часть речи из любой можно сделать из одного слова предложения из союза или предлога так не сделать то есть они не могут давать предложение такое полноценное с какой-то с каким-то значением но в разговоре в диалоге иногда бывает да когда мы говорим так и ну там я пошел гулять и вам ответ говорят и ну типа того что что хочешь еще сказать но это только в диалогах так может быть и поэтому это не считается как говорят это не полная вот хорошо еще один вопрос да вот они союз может меняться по падежам парадам или по временам нет не может не почему нет так понятно это понятно значит он не меняется ни по падежам ни по родам ни по временам так хорошо членом предложения он может быть да так хорошо допустим сегодня хорошая погода дождь и снег вот это и какой чили каким членом предложения будет ну кому нравится дождь и снег конечно так вот дождь и снег какой член предложения и да давайте я где-нибудь вот просто напишу чтоб вы видели да там допустим дождь и снег давайте вот так дождь и снег на дворе вот это это вот предложение возьмите да и союз у нас да какой член предложения да не может быть членом предложения смотрите то есть к нему вопрос поставить можно никак не поставить да то есть он нас к нему вопрос ставить нельзя ни от одного слова то его и подчеркнуть ничем нельзя потому что у нас не отвечает вопрос на какой так хорошо если у союза корень или окончание посмотрите то есть вот здесь в этом слове однако мы все равно никакого ни корня ни окончания ничего не выделяем если это союз да все правильно то есть если он работает как союз в данном случае то мы ничего здесь выделять не будем и потому что нет окончания поэтому он и меняться не может до парадам хорошо откуда появилось это слово вот все кто подняли руки это почитать или по отвечать валерия ты читать или отвечать но давай читать тогда если что-то сказать хотела то говори слово союз появилось в семнадцатом веке оно было воспринято из славянского языка это слово образовано с помощью приставки что означает со как и слова со владелица дружество содружество согласие его эмологические родственниками является узы связь вязать то есть получается как бы союз это было приставочка и славы юз юз узы узы это то что связывает так вот поэтому суцом название союза но сразу шло от слова связывать то есть как он называется так он и работает вот но помимо того что это союз как часть речи есть то у нас еще есть значение союз как объединение людей объединение предприятий да то есть еще значение у него имеются но это многозначное просто слово так хорошо ошибки в союзах это ошибки еще и в логике да то есть когда мы изучаем такую науку логику то у нас в этой науке есть очень важные связки логические логическая связка есть и когда она объединяет складывает логическая связка есть или выбираем одно из двух и против противопоставляем одно другое исключает допустим этот человек не студент вот это не оно как бы вот в логике понятия союзов логических связок совершенно не такое как в языке то есть там все проще языке же у нас больше оттенков всяких да вот так но кира давай ты почитай тогда это хорошо сейчас есть между элементами сложного суждения осуществляется с помощью логических союзов и или если то есть ли и только если то неверно что некоторые близки соответствующим грамматическим но полностью с ними не совпадают главных отличий состоит в том что логические союзы однозначные тогда как грамматические союзы имеют множество смыслов и оттенков что и помогает иногда вводить людей в заблуждение их обманывать в рекламе там новостях и так далее потому что если человек научился логике и понимает вот эти вот однозначные логические взаимосвязи его не запутаешь если человек только от союзов русского языка идет у нас хитрый язык но с помощью этого языка можно очень много что сказать обмануть и даже не заметят так спокойно давайте сейчас пока дальше пойдем да это я просто так сведения сказала что наукологика это очень полезная наука которую изучать раньше в школе изучали сейчас некоторые школы тоже изучают но не везде значит сейчас у нас такая задача нам надо читать и сразу по ходу чтения мы будем вставлять союз который вы считаете сюда подходит давайте так у нас тут руки подняты да даша давай даша саприна читаешь да давай он поднимает картину роняет и и она вылетает из рамы он пытается спасти стекло порезав при этом руку начинает метаться 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 то есть бегать по по комнате по все углы по комнате по поисках своего носового платка давай остановимся сейчас на минуточку как ты думаешь какие тут союзы можно на месте многоточий поставить он тот он он нет это не союз так что сюда можно поставить и и туда ставим и да это так как будто зависло да тут он поднимает картину и роняет ее а сюда что можно поставить это у меня зависает нормально хорошо так а дальше следующее и она пытается спасти стекло порезав при этом руку и начинает начинает метаться точно смотрите сколько и для чего делают вот это вот когда много раз повторяют и для того чтобы ну как бы усилить напряжение нарастает 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 действие и роняет он пытается спасти и начинает метаться по комнате вот такое это называется едином начале такая штука многосоюзе еще называют так давай дашь еще одно предложение ты читаешь потом дальше будем да дашь вот это вот твоим наслового платка Носового платка найти он не может. Носовой платок в кармане пиджака. Он снял, куда девался пиджак. Он не помнит, все домашние должны оставить поиски инструментов, приняться за поиски пиджака в то время, как сам герой пляшет по комнате, путается у всех под ногами. Так, хорошо. Ну вот давайте теперь сюда. Ну да, здесь посложнее, здесь не только. И будет, да? Носового платка найти он не может. Какой сюда можно союз поставить? А может быть. А носовой платок в кармане пиджака? Не очень. Давайте что-нибудь посложнее поставим. Но. Почему найти не может? Потому что. Вот именно потому что. Потому что носовой платок в кармане пиджака. А сюда какое слово? Который он снял. Который, правильно, да. А теперь вот сюда вот. А сюда уже коротенькое можно поставить союз. Он снял и куда? А куда девался? А куда девался? А куда девался пиджак он не помнит. И все домашние. И все домашние. То есть все родственники, да. Должна ставить поиски инструментов. И начать. И приняться. И приняться за поиски пиджака. В то время как сам герой пляжет по комнате. И путь и путь и путь и все всех под ногами. Все под ногами. Точно. Можно забыли читать дальше? Так. Хорошо. Дальше. Подождите. Так. Сейчас я посмотрю, кто у меня первым там. Айка, да? Давай Айка. Дальше. Неужели никто в всем доме не знает? Мой пиджак. Естественно. Мне кажется, мой пиджак там. До него нужно троеточие поставить. Да, да, да. До него нужно будет союз поставить, да. Честное слово. И в жизни я не встречал такого сборища роднозеев. Вас тут шесть уже. И вы не можете найти пиджак. Я снял его всего пять минут назад. Ну и ну. Давай теперь посмотрим, что можем поставить. Да. Неужели никто во всем доме не знает? Где? Где мой пиджак? Где? Правильно. Где мой пиджак? Так. Честное слово. В жизни не встречал такого сборища роднозеев. Ну в смысле без столочей, да? У вас тут шестеро. Вы не можете найти пиджак? А я снял его всего пять минут назад. Который сказали, вот правильно сказали, да? Который я снял. Ой. Который, потому что тут соло пиджак не повторяется, да? Ну и ну. Можно сказать? Айка, давай дальше докатай еще твое. Ну вот он встает со стола и замечает. Сидел на пиджаке. Пора возглашает. Ладно. Хватит вам полетиться. Я сам его нашел. Почему? Нечего было связываться с вами. Я бы с тем же успехом мог бы поручить поиски нашему поту. Да, знакомая картина периодически, да? Кто-то встает со стула, замечает, что сюда можно поставить. Что сидел на пиджаке. Замечает, что сидел на пиджаке. Что сидел на пиджаке. И провозглашает. И провозглашает, да. И нечего было со всеми вами связываться, да? Да. Так, хорошо. Давайте дальше. Мог бы с котом связаться, он бы лучше искажен. Где? Наверное, да. Александр, давайте дальше. Так, вот отсюда. Где? Отсюда? Да. Ну вот. Ну вот через каких-нибудь полчаса перевязан палец, добыт, добыт новое стекло. Принесены инструменты, стремянка, стул, свечи. Дядечка снова поддельщину принимается за дело между тем, как все семейства, включая горничную, и поддельщину стрелка, готовая броситься на помощь. Так, давайте сейчас поставим, да, эти предлоги, ой, союза. Значит, перевязан палец, добыто новое стекло, принесены инструменты. Сюда что можно поставить? И стремянка, и стул, и свечи. Да, 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 ага, перечисление такое, да, и стремянка, и стул, и свечи. И дядечка. Сюда что? Да, и еще раз. Дядечка. А! Да. Так, да, а все семейство устраивается полукругом, да, готовое подхватить дядечку в любой момент. Так, давай, Олега. А, Ирина, мы сейчас что делаем? Мы сейчас вставляем союзы, которые пропущены. А тема какая, союзы, да? Союзы и предлоги. Понятно. Все, все уточнили. Так, Александра, давайте там дальше. Читаем. Ага. Третий помогает дяде влезть, поддерживает его четвертый, подает ему гвозди, пятый протягивает ему молоток, дядя берет гвозди и роняет его. Так что до конца читаешь? Ну вот. Ну вот. Говорит он оскорбленным тоном. Теперь потерялся гвоздь. Да, ясно. Так, значит... Миница напоминает меня. Тебя, да? А мне это напоминает меня. А у нас дома был такой папа, да, который так вот примерно... И мы обычно, мама вздыхала и говорила, дядюшка поджар вешает картину. То есть это из Джерома, из книги «Трое в лодке, не считая собаки». Там есть тут отдельный такой рассказик про этого дядюшку поджарал. Значит, двоим поручается держать стул. Третий помогает дяде влезть. Сюда что можно поставить? И. И поддерживает его. А сюда? А. Можно и... А. А. Четвёртый подаёт ему гвоздь. И пятый потягивает ему молоток. И дядя берёт гвоздь. И... Гвоздь и роняет его всё. И кола его роняет. Стоит уже, да. Ну вот. В принципе, да. К концу, говорит, этого всего действия стена напоминает поле битвы, да, как будто на ней что-то взрывали. Картина криво-косо висит на одном гвозде, а дядюшка сидит и говорит, ну вот, а другой бы на моём месте кого-нибудь иначе нанял бы вешать картину. Ага. А я сам управился. Да. А. Это книжка про что-то, да? Это «Трое в лодке, не считая собаки». А. Это вот оно как-то. Книжка называется. А? Это вот оно как-то. Да. Оттуда отрывочек. Очень смешная книга. Так, значит, это были сейчас союзы, да? Немножко начали их узнавать. Теперь предлоги пошли. Значит, предлог. Что это такое? Служебная часть речи, да? Которая выражает зависимость одних слов от других. То есть теперь это уже не связь. Служебная часть речи. Ну-ка, кто-нибудь может рассказать, что такое служебная часть речи? Ещё разочек. Ну, это такая, которая не может стоять в одиночку. В одиночку не может стоять, да. Это часть речи, которая сама по себе не обозначает какого-то отдельного понятия, а работает как бы на подхвате. То есть она служит. Союз помогает. А что это за человечек такой, который над... Ну, это он предлоги показывает. Это предлоги места, да? Наверное, даже... Другой вопрос. Почему тут слово на... Ну, то есть предлог на отведён? Не знаю. Просто так, наверное. А, это уже на этом слайде, там, в интернете было... Ну, да, да. Да, это на картинке был такой кружочек. То есть служебная часть речи – это предлог, союз, междометие, да. Междометие – это вот такие ах, ох, ой и так далее, да, такие звукоподражательные. Про них забыл и так далее. Да. И вот получается, что это служебные, потому что они прислуживают, они незначимы сами по себе. А вот все остальные – знаменательные, то есть значимые части речи. Да, существительные, прилагательные, глагол, речи, да. Вот эти все уже знаменательные. Значит, предлоги выражают различные отношения между словами в словосочетании предложения. То есть очень часто предлог ставится к существительным или к словам, которые заменяют существительное, да, и показывают, допустим, ну, для определенных падежей, да, свои предлоги. Место могут показать там на, на, могут показать время там в пять часов, с утра там, да. Вот. Как предлог сто процентов отличить от союза? Значит, вы ставите вопрос с этим предлогом вместе. То есть, допустим, на столе ставится вопрос «На чём?» И ответ «На столе». То есть он будет звучать и в вопросе, и в ответе. Если он повторится в вопросе и в ответе, значит предлог. Или «Над чем?» «Над полом». Да, да, правильно. То есть это будут вопросы падежей, да, когда вы будете задавать вопрос с предлогом вместе, это вопросы падежей будут. А к «И» нельзя никакой вопрос, например, поставить. Да, а тут уже вопросы поставить не получается, да. Вот так вот проще. Значит, с какой частью речи? И что? Можно поставить. Не поняла. Ну вот можно же «К» поставить «И» что? Это не «И» ты поставила. Это ты не «И» поставила вопрос. Это ты к следующему слову поставила вопрос. Так что это... Нет, конечно, талантливые люди могут к чему угодно вопрос поставить, даже к предпросительному знаку, да. Но я просто исхожу из того, как его правильно ставят, тот вопрос. Я всякое видела, конечно. Так, хорошо. Какой частью речи? Так, спокойно, спокойно. Это вы просто для примера сказали, что кто-нибудь может к вопросительному знаку вопрос поставить. Нет, Марина, иногда бывают такие моменты, когда дети такое ухитряются сделать, что я никогда бы не додумалась сама, что такое можно сделать. Допустим, мы проходили тередующиеся гласные в корне. Ну там, допустим, гор-гар, да, зависит от того, под ударением или без ударения. Гореть, горелый гарь, там, этот, агарок и так далее, да. Вот. И надо было придумать пять слов, на это правило написать. Вот, ребёнок принёс пять слов. Значит, гарантия, город, ещё там что-то. Короче, ни одно слово, ни одно слово не было однокоренным словом гореть. Вообще ни одно. То есть я никогда не думала, что так можно. У нас в классе, я сейчас в четвёртвом классе, там один мальчик, в 8 лет, он перестатил через несколько классов. Ну, короче, там нужно было задание сделать, подобрать однокоренное слово, слово лак. Вот, он подобрал лакать и ещё что-то. Ну, так вот, я про это и говорю. То есть в первую очередь надо почувствовать, да, что именно значит однокоренное. Значит, где-то пропущено оказалось вот это понятие. На каком-то занятии нам говорили, и там было на картинке. К перрону пристал пассажирный поезд. А, ну да, помню, да. Это ещё слова путать можно, да. Есть ещё такие вот предлоги и из-под, и из-за. Ну, это называются составные предлоги. Они пишут, их всего три штуки, да, из-за, из-под и по-надо. Пишутся через дефис они. Ну, они хорошенькие. Что такое дефис? Есть по-надо, да. Что такое дефис? Через дефис тоже. Это вот такая вот штучка, как тире. Дефис – это тире. То есть, если внутри слова, то это дефис. Если внутри предложение, то это тире называется. Хорошо. К какой части речи предлог чаще всего относится? Ну, берём предлог, допустим, между, или от, или за. Да? Словосочетание с какой частью речи вы в первую очередь построите? Ну, в существительном, наверное. Существительном, да. Так, хорошо. Простите, можно вопрос? Да. А вот откуда появилось такое, что есть лук как еда и лук как оружие? Просто я не понимаю. Это связано с развитием языка просто, потому что в процессе, пока язык развивается, да, там вот эти вот самых старых времён, да, некоторые однокоренные слова, они что-то теряют и могут одинаковые буквально слова сформироваться. Оно будет означать разные вещи. Вот я так думаю, что вот такие вот вещи, как вот лук, да, они так и появлялись. То есть получилось, что там где-то вот этот ядь с конца ушёл, там где-то ещё что-то изменилось. И параллельно два слова пока образовывались, да, они разошлись по значениям. Вот. То есть это вот так. А вот многозначные слова – это когда, допустим, ты берёшь слово, допустим, железный, и там сделано из железа – это прямое значение, да, а железный характер – это переносное. Вот такие значения образуются просто от одного и того же слова по мере ухода языка от чего-то конкретного, практического, да. Когда мы начинаем учиться мыслить абстрактно, отвлечённо, у нас появляются вот такие значения. Я вот ещё хотела сказать, что, вот кажется, слово «космос» произошло от слова «косметика». Космос – это пространство. И что? Космич – космос? Ну, то ли… Космитка? Ну, или слово «космос», и слово «косметика» раньше были однокоренными, а теперь совершенно разные. Или, знаете… Да, они, по-моему, с разных языком, даже. Космическая – косметика. Косметика – однокоренными. Косметика происходит от древнегреческого «искусство украшать и наряжать». То есть оно никогда с пространством связано не было, это разные всё-таки корни. Но вообще берёте Google, заводите туда, набираете слово, которое вас интересует, рядом пишите слово «этимология», и вам Google расскажет, чего откуда, да? Вот, чтобы проверить, если вот интересно становится, можно… Одна минута, вы проверяете. Так, хорошо. Значит, каким членом предложения будет предлог? Вот давайте-ка вот ещё с этим. Давайте вот вам предлог. Давайте возьмём слово «у». Да, вот вам предлог. Какой член предложения здесь он будет, вот эта вот буковка? Союз. Спасибо. Значит, это предлог, Марин. Это уже предлог, всё. Значит, это может быть предлежащее, дополнение, сказуемое. То есть что из этого? Он не относится никакой к речи. Член предложения мы сейчас говорим, да? Вот этот предлог, каким он членом предложения. Ну, смотрите, окончание есть, это подлежащее, сказуемое. Есть у чего? Окончание. Есть у чего? О предлога. Смотрите, что у... Вообще не часть предложения. София, я тебя очень плохо могу различать. У тебя что-то там подвисает, да? Смотрите. Это не часть предложения. Нет, это член предложения, просто он отдельно не может быть членом предложения. Он подчеркивается вместе со словом, к которому относится. То есть есть у кого? У предлога. Это вопрос дополнения. Поэтому это у нас оба слова будут дополнением. У вас в школе у многих учили, что его предлог нужно в квадратик там рисовать. Вот. На самом деле вот требует вот так, подчеркнуть его вместе со словом, к которому оно относится. Да. То есть отдельно, сам по себе он не будет члена предложения, а вместе можно подчеркнуть. Так. Давайте мы с вами немножечко сейчас, вот я здесь отмечу, что мы... Давайте мы это сейчас пропустим, немножко отдохнуйте сейчас. А то все сразу вместе. Так. Хорошо. А мы сегодня будем брать где-нибудь... Угу. Так. Давайте. Значит, вот. Давайте Шарада поразгадываем немножечко, да? А можно Кира? А потом вернемся. Можно Кира? Давайте руки поднимаем. Кто догадался уже, тот руки поднимаем. Кира, ты точно догадалась? Ты еще не прочитала их даже. Угу. Потому что я думала, что там были. Вот. Вот это вот Шарада номер один. Вот это два слуга впереди для освящения. А третий личное местоимение. Все вместе всемогущий царь, страной древний управлявший встарь. Князь. Кто такой встарь? М? А, кто такой встарь? А, князь. Князь, может? Князь, это стародавние времена. Ну, я скажу. Я знаю. Давай, Юсу. А Наполеон может быть? Нет, но то, что он в конце будет, это правда. Ага, еще на. Все-таки. Сейчас. Мне просто интересно, на поле это что за осветительный прибор такой у тебя вышел? Так. Ага. Что надо делать? Угадать что-то или что? Значит, слово будет состоять из двух слогов, которые обозначают слово как осветительный прибор. И третий слог в этом слове будет личное местоимение. То есть я, ты, он, она и так далее. Фараон. А вместе, а вместе получается слово фараон, да. Да, да, да. То есть смотрите, да, получается фара и он. Вот. Вышла фараон. Такая штука называется шарада, когда заказывают так слово. Следующий слог. Первый слог – взрывчатое вещество. Второй – команда для остановки. Остановка движения. А целый – великий русский писатель. Мне кажется, вот это взрывчатое вещество – это... Толстой. Толстой. Взрывчатое вещество. Толстой. Тол. И потом слово стой. Вот. Я не знаю. Вот это тол, поэтому это не считать. Я думала, ты... Я тоже не знаю. И стоп. И стоп. Дин стоп. Дин стоп. У меня получилось. Так, давай дальше, да. Толстой там получился. Ну, первый слог на дереве, второй мой слог. Маленький грызун. Сто процентов суслик. Суслик сто процентов. Артем, может, ты что-то подумаешь, попробуешь? Из сусликов костюмы еще пока не шире. Я вот не видела такого. А в целом я материя и на костюм гожусь. То есть в итоге получается слово, которое обозначает материал какой-то. На дереве второй мой слог – союз. Белка, первый слог – союз. Значит, наверное, какой-то белки. Нет. Белка. Белка. Белка, 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 а, потому что получается. Ага. Не, не белка. Сукно. Хорошо, давайте, давайте, думайте. Что на дереве может быть, да? Сукно. 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 Ой, молодцы какие. Все, молодцы, да. На дереве. А, я знаю. На дереве. И потом «но» – союз, да? Так. Хорошо. Слог первый, маленький грызун. Маленький грызун – это мышка. Мышьяк. Мышьяк. А, мышьяк, да, мышьяк. Мышьяк. Шустрые. Приноровились, да? Ну, хорошо, давайте. Даже ответить другим не дают. Так, давайте сейчас пока попробуем тогда руки поднимать. Только поднимаем, кто точно знает ответ, а? Хорошо? Начали октября. А, окт. Я знаю, второе. Тут, пойди-ка в сад и погляди. Я там цвету благоухаю, но вы представили впереди, и я… И в небе я загромыхаю. Окно, окно, окно. Окно. Это роза. Ладно, такая выходка, и я выключу. В начале октября еще слог первый мой, в начале ноября еще второй, а потом жилой войдешь, там целое найдешь. Так, окно. Я открою. Но при этом ты прав, да. Это именно окно. Так, хорошо. Давайте договариваемся, да? Руки поднимаем. Я спрашиваю. Хорошо? Так, игру с предлогом соедините. Чудо вдруг произойдет. Цветок Египта знаменитый. Перед вами сразу зацветет. Те, кто поднял руки, знают ответы? Юсуф, знаешь? Корон, наверное. Похоже, не знаю я даже. Не знаешь, да? Так. Валерия, знаешь? Ага, София. Знаешь, да? Корона. Что? Корона. Это цветок? Ну, похоже. Корона. Нет, корона – это не цветок. Оно, может, и есть где-то в названии цветок, но тут будет более известный цветок. Астра. Может быть? Роша. Так, тихо. Можете еще, если я кого не вижу, то можете в этот чат писать. Так, Лилия, у тебя какой вариант? Лотос. Лотос. А чат же отключен? Лото? Как отключен? Чего бы вдруг он отключен? Вроде как работает. Написано, чат отключен. Дочерекались? Поза. Так, давайте следующее. Следующее. Слот первый – мой предлог, второе – летний дом, а вместе все решается с трудом. Давайте, пробуйте. А летний дом – это что такое? Павильон. Павильон. А, дача. Кира, давай говори, ты ответы знаешь. Еще не догадалась. Так, Марина. Павильон. Можно я скажу? Задача. Удача. Задача. Задача. Нет, удача с трудом не решается, а вот задача – да. Хорошо. Так, давайте дальше. Начало слова «лес», конец стихотворения, а целое растет, хотя и не растение. Помните, как лес по-другому можно назвать. Лестница, бор, бор. Так, лес – это бор, правильно, да. Давайте здесь. А что дальше будет бор? Конец стихотворения какое-то, и целое растет, хотя и не растение. Может быть, это борода. О, стихотворение называлось «Ода». Бор плюс «Ода» получилось вместе, да. Хорошо. Так, остается у нас еще несколько минуток. Все уж рады, мы с вами разгадали. Это хорошо. Так, ну и давайте вот сколько успеваем, да. Значит, нужно в предложении найти ошибки. Читаем предложение, ищем ошибку, да. Я сейчас прочитаю, вы мне скажете. Опять руки только поднимайте, а то я немножко оглохну сегодня, да. Телекомпания была передана новому руководству согласно решению собрания акционеров. Решению. Решению. Решению собрания. Собрание. Так, это вы руки подняли. Решению. Согласно решению. А дальше собрания надо поменять? Нет. Не надо. Хорошо, слава богу. Так, между них начались ссоры и дрязги. Между... Давай, Марина, говори. Между ними. Между ними, правильно. Брат утверждает о том, что бандероль не получена. Бандероль – это посылка. Лили, давай. Все правильно. Все правильно. Брат утверждает, что бандероль не получена. Утверждает, что бандероль не получена. Артем, ты в Лили перешел давно? Так. Противники проекта доказывали о невозможности строительства в районе Вечной Мерзлоты. Артем, давай. Пробуй. Хорошо. Противники проекта доказывали о невозможности строительства в районе Вечной Мерзлоты. Ну, тут вроде все правильно. Юсуф, давай ты. Тут вроде место в районе должно быть на районе. Ну, нет. Так вообще не надо. Так, нет, не оно. Хорошо. А может тут что-то неправильное в невозможности строительства? О, о, неправильно. Можно Лили сказать? Так, а что получится? Артем, это ты, да, говоришь сейчас? Да, о. Именно. Доказывали. И невозможно. Как поменять на досугу? Доказывали невозможности. Строительство в районе Вечной Мерзлоты. Так, все, хорошо. Все, на сегодня мы закончили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok